примерно 700 человек в компании они могут пострадать я являюсь руководителем 200 человек моя первичная задача чтобы у моих 200 человек была стабильная работа и мы просто могли не прийти бывает очень много там стычек у них да сверху нам не важно как они там решают нам важно что было стабильность говорю да не прийти мы короче завтра опять какая-нибудь проверка мы на несколько дней приостановим работу это не не оплачивается нам это не надо понимаете лучше мы сейчас два часа потратим но потом чтобы было вот сейчас получается на пресс-конференция была как будто на момент расследования приостанови деятельность здесь на один час нельзя про останавливать деятельность вот говорят туда не было такого два с половиной года идут расследования да и на два с года нужно было остановить, говорит, юрист Аджимудзинова, говорит, да? Два с половиной года кто бы обеспечивал эти 700 семей? Что бы с нами было? Что бы с сотрудниками? Куда бы они? Обратно в Россию или в Казахстан? Куда мы пошли бы? И так в стране безработица вы знаете, каким рост там идет, да? Вот к чему мы идем. Чтобы хотя бы у этих 700 человек, которые зависимы от этой работы, была завтрашняя работа. То есть мы хотим вот именно стабильности. А вот эти моменты приостановления деятельности, они вообще сейчас неуместны. Их даже не надо рассматривать, но тем не менее почему-то это упоминается. Мы просто каждый можем себе на себя представить, если на два с половиной года вашу работу приостановили, куда вы пойдете? Мы можем пойти только гастарбайтерами в другие страны. Опять же, заезженная пластинка будет, да? Останутся дети без родителей, семьи. Очень много знакомых, которые за границей работают. И каждый раз я переживаю за брата, который он в Москве, допустим. Я переживаю за него каждый раз, когда там таксиста убили, того-то зарезали, того-то что-то сделали. И сидишь и переживаешь, блин, что бы хоть с братом, чтобы все было в порядке. А эти семьсот человек, если лишаться на два с половиной года, хотя бы, он говорит, на два с половиной года нужно было приостановить работу. Если приостановят работу, эти семьсот человек пойдут же опять куда-то искать работу. Нам это надо, что ли? И так в стране, какие трудности, да, мы видим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!